Всем привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня у нас будет стрит-стайл во второй части видео. Ну, а сейчас я хотела бы рассказать одну просто невероятную историю. Вы помните, совсем недавно я была в оптике талон, выбирала очки, если честно, ничего не выбрала, потому что растерялась, выбор настолько огромный, что просто, ну, не знаешь действительно, что брать, тем более, что очки у меня как бы есть, но, конечно, очень-очень хочется какую-то обновку к весне. Но речь, собственно, не об этом. Я ушла, как-то морально даже успокоилась, и вдруг вот буквально пару дней назад пишет мне на WhatsApp Татьяна, владелица оптики талон, и говорит, Марина, у меня для вас радостная и очень неожиданная, необычная новость. Я, знаете, так напряглась у меня в последнее время. Такие новости все, если неожиданные, то и не знаешь, так сказать, чем дело обернется. И она мне говорит, Марина, ваша зрительница сделала вам подарок. Она перевела по PayPal деньги на оправу для вас, на очки полностью. То есть она подарила мне, ну, как это называется, сертификат, сертификат на очки. И я говорю, а кто это? Из какой страны? Я, знаете, я сначала не поверила, думаю, это какой-то вообще подвох. Вот, она мне показала Instagram, но там закрытый аккаунт, и я вижу фотографию. И недавно, совсем недавно, эта фотография, аватарка, появилась и на YouTube. И я понимаю, что да, это реальный человек. И имя у нее Лана, ну, я думаю, что Светлана, наверное. И представляете, она сделала мне вот такой подарок. Если честно, я просто чуть не расплакалась. Потому что вот, когда мне Татьяна начала это писать, у меня было такое настроение, знаете, ну, ой, ну, всякое же бывает, накатывает. Вы меня, как правило, видите всегда такой возбужденной, очень оптимистичной, жизнерадостной. Но на самом деле я же бываю очень разной. Я сказать, что я благодарна, это ничего не сказать. Мне хочется сказать огромное вам спасибо. И, конечно же, в ближайшие дни я отправлюсь в оптику и талон, выберу оправу. И я буду ее носить, всегда думая о вас. Спасибо огромное. И спасибо также огромное за ваши замечательные теплые комментарии, которые вы мне всегда пишете. Потому что я сопоставила аватарку. Это вы меня всегда поддерживаете практически под каждым роликом. Спасибо огромное. И еще, прежде чем мы начнем с вами смотреть, вот такой классный стрит-стайл, хочу с вами поделиться еще одним лайфхаком. И я сама осталась очень довольна. Дело в том, что моя дочка меня попросила купить ей на Wildberries одно средство. Вот такое вот. Натуротека. И это называется масло для бровей и ресниц. И я ее спросила, Ира, что в Америке нету достойного продукта. И она мне говорит, мам, это такое классное средство. Бюджетное, продается на Wildberries, на Озоне. Вы, пожалуйста, купи мне его, мне очень надо. Потому что брови тоже такие уже прореженные. И волосы. Короче говоря, она заказала мне вот это средство. Но я подумала, раз оно так недорого стоит, закажу-ка я себе. И попробую тоже. Почему бы и нет. Масло УСМИ с протеином шелка. Стимулирует рост волос, питает и укрепляет волосяные луковицы. Короче, я ей купила 5 пузырьков. Отправила. Ну и сама начала пользоваться. Я стала наносить на вот эту вот часть головы. Вообще вот это место, у меня катастрофически там прореженные волосы. И когда мне, кстати, говорят, Марина, дай объема сверху. Я не могу дать объема сверху, дорогие друзья. Потому что у меня здесь очень мало волос. Вот. Но вы не поверите, после двух пузырьков использования, где-то через 3-4 недели, у меня реально вот эта вот часть перестала светиться. То вот у меня просто вот такие вот прореженные тут были волосы. А сейчас вполне себе нормально. И даже выглядит очень прилично. Я просто в полном восторге. Способ применения очень прост. Здесь есть вот такая вот чудо-пипеточка. Вот так вот я пипеточкой наношу масло на корни волос. Дальше втираю массажными такими движениями. Оставляю на 15 минут. И дальше мою голову, смываю все это шампунем. Вот. Для активизации роста волос рекомендуется применять 3 раза в неделю. И курс 15 дней. При выпадении волос рекомендуется 3 раза тоже в неделю, но уже месяц. Курс 30 дней. Вот. Что касается ресниц и бровей, то при помощи пипетки нужно наносить масло на корни ресниц или брови. Втереть тоже оставить. Но мне так неудобно. Я просто пальцем тоже беру это масло и вмассирую, как бы вбиваю в корни ресниц и бровей. И втираю. Вот. Оставляю тоже на 15 минут. И затем смываю водой. Вот. Масло вообще не вызывает раздражения. Оно гипоаллергенное. И... Но если в глаза вдруг попадет, то нужно, конечно, промыть. Но вот у меня такого не было, чтобы вот доходило до того, что нужно промывать. Все нормально. И, кстати, это средство и другие средства этого бренда, Натуротека, имеют сертификаты качества. Не тестируются на животных. Цена настолько доступная. И заказывать, ну, просто супер просто. Вот у меня в соседнем доме пункт получения Wildberries. И это так удобно. И карты у меня привязаны. Я только раз, вот знаете, успеваю нажимать. Вообще, я хочу сказать, что я в последнее время стала доверять очень многим брендам отечественной косметики. И у меня действительно и волосы стали как-то лучше выглядеть и расти. И, конечно, вот это масло, ну, очень мне понравилось. Ну, что ж, дорогие друзья, а это обещанный стрит-стайл. И начинаю с вот такого интересного образа. Вы только посмотрите. Голубая шубка и черные ботинки с потрясающей толстой тракторной подошвой. Точно такого же голубого цвета. Ну, разве это не модница? Согласитесь, чтобы подобрать вот такое сочетание, это надо очень-очень постараться. Так, а это что у нас такое тут? Шарфик Louis Vuitton и бежевая шубка. Чебурашка. Кстати, может и шерстяная. Их действительно очень трудно распознать. О, ничего себе! Вот это леопард в противофазе. Да, здесь куртка, здесь юбка или платье. И это, по-моему, мама и дочка. Молочные шубы – это, мне кажется, самый популярный вид верхней одежды этого сезона. Их просто бесчисленное количество. Они на каждом шагу. И она может быть побелее, потемнее, побежевее, посерее, помолочнее, побелее. Но в общем, в общем и целом, конечно, петербурженки удивляются. Вот еще один вариант. И вот обратите внимание, это я, как говорится, двигаю в течение двух минут по галерее. Так, и вот еще одна навстречу. Ну, это просто уже доходит до... Я даже не знаю, до чего доходит. Напишите, до чего это доходит. Боже, мы заходим в золотое яблоко. А тут еще одна молочная шубка. Ну, все, дорогие друзья, пора менять приоритеты. Давайте обращать внимание на другие цвета и оттенки шуб. Конечно, хотя молочные смотрятся классно. Ну, хорошо, прекрасно. Вот еще черный капюшончик отходит с черными сапушками. И вот, наконец, наконец, глаз радуется, потому что на горизонте появляется зеленая шуба. Да не просто, а суперкрутая модница. Вы только посмотрите, лацканная одного цвета. А сумочка, кстати, тоже отделана мехом. Боже, а тут еще и хлястик тоже другого цвета. Что я вижу? И ботинки зеленые, и колготки такие чернильно-фиолетовые. Боже, перед нами самое что ни на есть модница крутая. И, по-моему, эта модница сегодня занимает номер один в стритстайле. А сумка, видите, да, там что-то белый мех и отделан еще зеленым мехом. Да, кто-то напишет too much. И, кстати, у нее там на водолазочке еще разрез над грудью. Боже, настоящие модницы. В галерее всегда кого-нибудь найдешь. Так, а это я зашла в Массима Дути. И тут, конечно же, мое внимание привлекли вот эти потрясающие рукава, расшитые бусинами, как будто сваровские. У меня, кстати, такое колье сваровские есть, которое на проволоке скручено, вот испанское. Вот как будто из таких бусин. Обратите внимание, как можно декорировать надоевший черный пуховичок свой или курточку какую-нибудь. То есть можно расшить такими бусинками рукава. Так, а что тут у нас внизу? Ну, внизу у нас классика. Все элегантно, все идеально, красиво. Ну, и я думаю, что это какой-то очень крутой пуховичок, потому что видно, что качество ткани, бусинок, все прям очень круто. Так, скандинавский стиль, девушка в одеяле. И такой у нее скандинавский образ, какая-то белая коса, шапочка, капюшон от худи. И, конечно, меня привлек супер гигантский размер этого пуховика. На хрупкой девушке этот пуховик-одеяло, я бы сказала, даже одеялище смотрится таким очень серьезным, серьезным, модным, серьезным и модным, да. Так, аж тут что? Вензелечки, золото, коричневая замша. Боже, не ботинки, а какой-то королевский вариант. Так, ну, тут у нас уже все простенько, просто кожаный пуховичок, шарфики красивые, сумочка красная. И что же меня привлекло? А, вот видите, как удобно, короткие джинсы отрезанные, кто-то называет подстреленными штанишками. Но ведь это удобно, зато грязными не будут. И второй вариант, ботинки всегда можно продемонстрировать. Ну, а здесь уже весна в городе, просто мятный цвет, с головы до ног, тотал мятный, фактически просто радуется глаз. Что-то там мятные спортивные штанишки, курточка. Так, очередная белая шука, она у нас уже мелькала. Так, и еще один человек с весной, что называется, на повестке дня, в красивой куртке Деграде, от фиолетового к зеленому, к салатному, такому оттенку, мятному, к мятному, да, хотя нет, салатный тоже там где-то проглядывает. Сложно сочиненный раскрас у этой куртки, супер стройная обладательница этой куртки, в черных брюках клеш, ну, красиво очень, конечно, смотрится, ничего не могу сказать. Видите, они с той мятненькой так хорошо сочетнулись. Ой, прямо глаз радуется. А вот еще один небесно-голубой спортивный костюмчик. Ну, брюшки, конечно, длинноваты, подметут все, что можно, но красиво же. Так, а эта девушка в начале видео там пробежала, как метеорн. Тут я ее, можно сказать, зафиксировала. У нее очень красивые ботинки на бежевой подошве. Ну, что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Всем буду благодарна за лайки, за репосты этого и других видео. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем ролике. Пока-пока!